Дамы и господа, добро пожаловать в рубрику Фэйкадвор, чё по медиа футболу. Я ваш ведущий Павел Фэйков, и сегодня мы погружаемся в самые свежие футбольные новости, которые произвели фурор в мире спорта. Так что хватайте свою любимую футболку, устраивайтесь поудобнее и давайте начнём. Как стало известно, Комис может покинуть Тудрос, об этом сообщает Фидийный Мутбол, где игрок продолжит карьеру, пока неизвестно, а вы можете написать свой вариант в комментариях. Краб не поддаётся дрессировке, не вижу смысла приглашать его в ФК-10. Азамат Мусноголеев против подписания Даниила. Скажи, пожалуйста, сейчас происходит Тудрос с Чехарда, с Крабом, его то выгоняли из Тудроса из-за того, что он хотел полететь на мальсборной медиариге против ФНЛ, то его сейчас опять возвращают обратно и у нас уже даже снимается. Вопрос, не хочешь ли ты позвонить ему, набрать и пообщаться насчёт перехода в 10? Нет. Это всё быстро. А можно как-то подробнее, почему? А я не вижу смысла нахождения этого человека у нас в команде, потому что этот человек не поддаётся дрессировке, уже только такое слово применимо к этому поведению парня. Я против его игры ничего не имею вообще абсолютно. Если попадаются какие-то нарезки, где он играет, то в принципе это смотребельно, так назовём. А что касается вот жизни его в команде вне поля, она неприемлема в нашем клубе. И это, я считаю, что это, он не достоин того, чтобы находиться в футбольном клубе 10, поскольку ценности немножко у нас разнятся с нами. Хорошо. Аналогичный вопрос к тренеру команды. Хотели бы вы видеть такого человека в команде? Нет. Тоже попрошу поподробнее. Ну, во-первых, футболистов в нашей команде на его позиции у нас много. И они более качественные, по мне. Для меня футболист складывается первое из профессионализма, внутренней дисциплины, потому что всё-таки это... Мы пришли делать спорт. Футбол, это спорт, это не развлечение. И наши парни, на мой взгляд, качественные, профессиональные и неудившись в нас. Соглашусь ли я перейти в Амкал, если сахалинца не будет, можно подумать. Чё нет-то? Сказал Васиченко. В меди-лиге существует для себя только сахалинец? А, в данный момент да. Но если завтра придёт Амкал, скажет, мы заинтересованы в твоём. Ну, если сахалинца не будет, то да, можно выдумать. А чё нет? Всё зависит от сахалинца. Будут ли они и существовать или нет. Ну, просто у тебя к Амкалу такое есть отношение. Почему? Ну, вообще без разницы. Я ко всем хорошо отношусь. И даже к судьям тоже теперь. Спустя долгое время. Да у меня нет такого, реально. У меня ко всем нормальные отношения. Ты до сих пор считаешь, что Амкал подкупил судь? Это пусть лучше со мной останется. Пусть об этом все уже забыли. Не хочу об этом думать. И вспоминать об этом. Да, либо нет. Ну, а как я? Да, я не буду отказываться от своего мнения. Но я не хочу об этом просто масолить. Это уже неинтересно мне. Это не делает, чтобы он меня лучше как человека. Наоборот, только хуже, знаешь. Это была вообще ошибка, да, что я это сказал. Но это было на эмоциях. Ты сказал правду? Ну, для себя, да. А пруфы есть? Когда ты выложишь эти пруфы? Можно без этого, пожалуйста. Ну, когда-то ты выложишь эти пруфы? Это так важно? Ну, все-таки такая сенсация. Да тут стоит просто логически подумать, почему я так сказал. И все. Ну, типа тут чуть-чуть голову включить, и все понятно. Тут ничего сложного в этом нет. Для подписчиков проведет цепочку небольшую, подсказку. Нет, это я уже сразу все спалю. Ну, давай аккуратненько, такой максимальный. А я даже не даю пускать. Заверни. Ну, допустим, смотри, я знаю, что эту информацию, откуда я ее могу знать, может быть, потому что сахалинец тоже как бы об этом... Нет, я не знаю, как я правильно сказать, чтобы было понятно. Или я скажу все, или я ничего не скажу. Смотри, ты говоришь, то есть сахалинец узнавал? Нет, вот видишь, ты уже по-другому. Нет, сахалинец... Может, сахалинцу предложили, понял? Предлагали, да, может, сахалинец? Да, да, да. Может, предлагали... Матч с Амкалом? Да, да, да. Предлагали подкупить? Не, не подкупить, чтобы типа... Лояльные судисты? Да, да, да. Ну, за деньги предлагали, естественно. Ну, не за фантики, правда. Ну, конечно. Все, спасибо. Они имеют на это право, не считая это высокомерным поступком. Азамат Мусагалиев высказался об отсутствии игроков Амкала и Тудротс в сборной МФЛ. А как вы думаете, 4-0 это вообще позорный результат? Многие там думают, что это прям ужасно. Понятное дело, что это не лучший результат, который мог быть. И я думаю, что если бы сборная медийной футбольной лиги правильно подошла к созданию вообще сборной медийной футбольной лиги, то результат мог быть более интересным. А правильно это как? Так, ни один футбольный клуб, который сейчас существует, медийный, не обязан отпускать футболистов в сборную медийной футбольной лиги. Нет никакого вообще регламента в этом плане. Нет ни о какой процедуре вообще речи нет. Они просто звонят всем, кому есть, у кого есть телефон, и всех приглашают. Вот я про это говорил. То есть я в праве отпустить или не отпустить. Ты считаешь, что МКЛ с Тудротс правильно поступили? Правильно, неправильно это не мне судить, но имеют на это право. Они поступили так, как они могли поступить. То есть Тудротс в этом плане отношения у тебя лично нормальные? Я понимаю, почему не пустили. Я понимаю, почему МКЛ не пустил. Это вполне нормальная практика. Ну, вполне нормально. Я не считаю, что это какой-то там сверхъестественный какой-то там или сверхвысокомерный поступок. Нет. Хавбек Брокбой с Бельга проходит просмотр в Черноморце. К сожалению, клуб из Новороссийска сейчас борется за выживание в первой лиге. Он занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Бей-беги закрыт. Будет полный ребрендинг. Возможно, с частичной сменой руководства. Бей-беги будет существовать в следующем году? В том виде, в котором вы видели, обещаю, нет. Название изменится? Да. То есть полностью новая команда? Вообще офигеть какая новая команда. И останешься ты и Джики. Можно я вот эту информацию? Это важно. Это важно, но я... Соболева точно не будет. Ну, ему не до этого сейчас. То есть будешь ты и... И вот знаешь что? Джики, а будет? Вот смотри, по поводу этого. Не вырезай. Не буду ничего. Ты выставишь. Да. Обещаешь. Уже минута 38. Все, давай. Смотри, по поводу всего остального. Так. Будет презентация. Давай так. Да. Что этот проект будет, ну, просто бомба. Бей-беги закрыт. Назовем это так. Бей-беги закрыт. Бей-беги закрыт. Вот, повтори. Бей-беги закрыт. Будет реинкарнация. Будет ребрейдинг. Ребрейдинг. Полный. Полный. Максимально полный. Со сменой руководства? Возможно, частично со сменой руководства. Я и другие люди, которые есть во главе этого проекта, я надеюсь, что, ну, не хочется делать так, чтобы это было в том виде, в котором оно было до этого. Бей-беги был прикольный проект, я считаю, в начале. Бей-беги был прикольный проект еще и в середине. Но под конец мы... Скислим? Да. То есть не было... Не было... Вовлеченности? Это факт. Не было... Результат? Да. Мы сделали акцент на результат. Результата нет. Ничего нет. Поэтому я думаю, что команде нужно... Перезагрузка. Да. Евгений Калешин сказал. Осипов и Картава сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире. Почему в футболе так не можем сделать? Я смотрел испанскую медиалигу. Это пародия, смешная, вообще это пикет, что сделал. Для меня это даже близко не то, что здесь делать. Но это ж ребята Осипов, там, Картава, они же сделали. Да. Уникальнейший продукт, вообще аналогов нет в мире. Но они же сделали. Это же наши мозги, это люди русские сделали. Наши россияне сделали. Почему мы не можем в футболе так сделать? Вот что мешает? Ну почему? Не веря. Вот что мешает. Мазур пришел на 40 тысяч рублей. Сейчас они превратились в 160 тысяч. Дмитрий Егоров рассказал о пути Ильи в Броуках. У Мазура есть сильные качества. Он хорошо бежит. У него классный стартовый рвок и удар с обеих ног. Но в возрасте 24 лет он оказался на обочине и играл на первенстве Балашихи. В Броуке он приходил на просмотр. Первая его зарплата 40 тысяч рублей. Спустя 5-6 месяцев он стал совсем другим человеком. Стал лучше тренироваться и относиться к себе. Он стал похож на человека, который крепко стоит на ногах. И с первого же дня мы улучшили его условия. Мазур пришел на 40 тысяч, а сейчас они превратились в 160. Это существенное повышение. Логично и постепенно. ФК-10 запланировал матч с клубом из чемпионата Андорры. На данный момент пока неизвестно, что это за команда. Ваши варианты пишите в комментах. Итак, болеете ли вы за свои любимые команды? С нетерпением ожидаете следующего матча? Или заинтригованы путешествиями игроков? Помните, оставайтесь с нами, поскольку мы продолжаем предоставлять вам последние обновления, интервью и все, что касается медиафутбола. До следующего раза не отрывайте глаз от меча и отдавайте игре все свои сердца.